Мастерская современного искусства «Шестой этаж» открыла сезон не совсем обычной для нашего города выставкой. Вниманию гостей представили дипломные проекты выпускников Ивановского худучейща по специализации художественной роспись ткани. Причем это не только привычные панно, палантины, платки, выполненные в технике холодного батика, но и коллекции одежды. Но я вообще первый человек на этом отделении, кто решила воплотить технологию росписи по шелку в одежде, совместить такие две сложные вещи. Тема моей коллекции была образы птиц славянской мифологии. Каждый костюм олицетворения конкретной птицы в нашей славянской мифологии. Образы взяты из мифов, рассказов, преданий. То есть они выражены в своей форме, в цвете и в графике, в которую я вложила. Именно в роспись. Татьяна Чернышова на создание работы вдохновили сказки братьев Гримм, но не адаптированные для детей, а раскрывающие всю жестокость мира. Я выбрала пять их сказок и сопоставила с человеческими пороками. Также присутствуют надписи на немецком языке. Мне показалось, что для современной молодежи надписи на одежде или каких-то украшениях и декоративных изделиях обычно присутствуют. Темы всех дипломных работ сложные, глубокие, по-настоящему концептуальные. Такого вида творчества, оно должно иметь некую историю. История, в том числе интеллектуальная история, это очень важный атрибут для того, чтобы сделать произведение, казалось бы, утилитарного назначения, по-настоящему дорогим. Мы с большим удовольствием с вами оденем на плечи любимую сказку братьев Гримм. Не знаю у кого какая, может быть у кого-то красная шапочка, у кого-то рапунцель. Техника холодного батика возникла в Советском Союзе еще в 30-е годы. И до сих пор это один из самых популярных видов художественной росписи ткани, которым так славится Ивановская область. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Спасибо.